Книга «Открытым оком», второй том, вопрос 815. «Нас учили в школе, что у дворянина Ульянова псевдоним Ленин, взятым после Ленского расстрела. Действительно ли это так?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Этот человек не знал ни одного истинного слова, но все строил на тотальной лжи. Следователь находит, что у него было поддельных фамилий 136. Но вот остановился он на одной, Ленин. Почему? В Библии есть интересное место. Иеремия, 51 глава, 44 стих. «И посещу вилла в Вавилоне, и исторгну из уст его проглоченное им, и народы не будут более стекаться к нему, даже и стены вавилонские падут». Вавилон – это Рим. Так толкуют святые отцы и архиерий Андрей Кисарийский. «Третий Рим, Вавилон, есть Москва. Это общеизвестно. Но какой же в Москве может быть вилл?» Читайте по первым буквам. Владимир Ильич Ленин. Вилл. «Почему он замер на букве Л?» «Чтобы исполнить пророчество о себе, ибо он есть ключевая смертоносная фигура, притеча антихриста XX столетия, при роковом стечении обстоятельств, проколотившись сотни тысяч священников и миллионы мирян. Вот что о его фамилии сообщает мирская печать. Настоящий Ленин похоронен в селе Красном. Всего лишь незамысловатым литературным псевдонимом, трансформировавшимся затем в громкую партийную кличку вождями мирового пролетариата, считалась до сих пор фамилия Ленин. На самом же деле, как удалось установить Ярославским краеведом, она была единственным официальным прозвищем Владимира Ильича Ульянова в пору его первой эмиграции. Ведь он погибал Россию в 1900 году нелегально и преспокойно. Затем не один год жил в Европе по заграничному паспорту Николая Егоровича Ленина, престарелого помещика села Красное. Что? Да пашихоньи. Документ благонадежного господина, к тому времени давно уже потерявшего охоту к перемене мест, экспроприирован для товарища по партии его сын Сергей. Володой барин жил в Петербурге и вот так весьма своеобразно сочувствовал социал-демократическому движению. Новые сведения опровергают всегда оказавшуюся непогрешимой историю происхождения ленинского псевдонима, якобы вывез его Владимир Ульянов из сибирской ссылки с берегов Великой реки Лены. Для географической точности для нее действительно великий и могучий из Шушенского, чтобы приютить близ реки Большая Шуш еще как минимум две тысячи верст. Так что чужая фамилия вполне конкретного, жившего когда-то на земле русского человека по имени Николай Егорович, начертано на мавзолее, где лежит Владимир Ульянов. Настоящий же Ленин мирно покоится на родовом погосте в селе Красном. Александра Сорокина, Российская газета, 99-й год. Но за то, что ты лукава, но за то, что ты горда, что тебе мирская слава выше Божьего суда, но за то, что Церковь Божия святотайственной рукой приковала ты к подножию, власти суетной земной. Для тебя, Мария-Царица, день придет, и близок он. Блеск твой, злато, багреница, все пройдет, менет, как сон. Хомяков